Только за полгода омичи лишились порядка 10 миллионов рублей из-за действий интернет-мошенников. Киберпреступность сегодня растет в геометрической прогрессии, говорят оперативники. Раскрывают в этом году только каждое шестое преступление. И пользователи часто сами виноваты. Ксения Тойчкина о том, как вычислить интернет-ловушку. Действие банковской карты остановлено. Все вопросы по телефону. Думаю, такое сообщение хоть раз в жизни каждый получал на свой телефон. Однако звонить по указанному номеру специалисты не советуют. Все это действия мошенников. Лучше обратиться в свой банк и уточнить информацию. Сообщения могут быть разного содержания. Мужчинам мошенники предлагают оценить фото эротического характера. Женщина помощи просит якобы ее ребенок, который попал в беду. Один ответный звонок по указанному номеру может стоить не только с писанием средств с баланса сотового. Вы открываете двери для вируса, который может получить доступ к вашей банковской карте. В зоне риска все пользователи, у которых подключена услуга «Мобильный банк». Вы должны сами осознавать, что вы несете ответственность за сохранность информации в вашем телефоне, так же, как за кошелек в вашем кармане. В принципе, у людей до сих пор нет такого осознания, что всю деятельность, которую он ведет в интернете, на него возлагается такая же ответственность. Вирус может проникнуть на ваш гаджет и через приложение, если он работает на системе Android. Сама база скачивания Play Market безопасна. Однако, если вы изменяете ее настройки, чтобы установить приложение из другого источника, а после не закрываете доступ, вирус может скачаться в телефон автоматически, без вашего ведома. Вирус отправляет команды на все известные самые банки, использующие мобильный банк, и получая оттуда информацию, что такой мобильный банк подключен, начинает уже свою вредоносную деятельность. То есть отправляет баланс и переводит. То есть, заразившись телефон, вы полностью прекращаете свою какую-то возможность обнаружить этот вирус. Для защиты от мошенничества специалисты советуют установить антивирусную программу и блокировщик рекламы на свой гаджет, а также не переходить по ссылкам неизвестных интернет-ресурсов. Сегодня киберпреступники используют новый вид мошенничества – фишинг. Создают сайты-клоны известных компаний даже в сфере коммунальных услуг, рассчитывая на невнимательность пользователей. Попавшись на удочку, люди считают, что оплачивают квитанции ЖКХ. На самом деле, собственноручно переводят деньги на счета злоумышленников. Шансов вернуть их практически нет. Злоумышленники, непосредственно распространяющие программное обеспечение, и лица, занимающихся выводом этих денег, в наличку, так скажем, обналичивание, люди зачастую между собой даже незнакомые, проживают совершенно в различных регионах, как Российской Федерации, так и за пределами. То есть это уже такая преступность за счет развития интернета позволяет абсолютно людям быть непривязанным ни к месту, ни к стране, ни к чему. Поэтому нужно быть очень внимательными, пользуясь интернет-ресурсами. Обращайте внимание на детали. Не переходите бездомно по присланным ссылкам и не перезванивайте на непонятные номера. Только вы сами сможете оградить себя от действий мошенников. Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин.